Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Третья попытка у нас сегодня связаться с нашим гостем. Это программа «Абонент доступен». Анна Смирнова работает в студии. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Биоинформатик Михаил Гельфан с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Еще раз вы сейчас слышите нас? Добрый день. Да, слышу. Вот интересно, что у эволюции, в отличие от нас, все сразу получилось. То есть, зарождение жизни. Или тоже были такие неудачные попытки? Нет, у эволюции, конечно, получилось не сразу. Но просто полезно понимать, что я работаю в месте, которое называется Институт проблем передачи информации. И непосредственно в нем сейчас и нахожусь. Поэтому тут ничего удивительного нет. Я прошу прощения у слушателей. Ну, в общем, вроде бы все работает теперь. Теперь информация доходит до адресата, по крайней мере. Но если говорить все-таки о зарождении жизни. Потому что недавно мы уже этот пример приводили в одном из интервью. Один из российских священнослужителей заявил о том, что он встретился с Дарвином. То есть, вызвал его на такой спиритический сеанс. И тот раскаялся за свою теорию видов. И, соответственно, вот как раз этот священнослужитель сказал, что вот божественная теория победила. Вот как вы вообще оцениваете сам факт того, что в публичное пространство попадают такие размышления представителей Русской Православной Церкви? Ну, я не являюсь православным. Но, насколько мне известно, спиритизм православной церквью осуждается. Поэтому встреча священнослужителей с Дарвином, пусть с ним его начальники разбираются. Да, но говоря о биоинформатике, то, чем вы занимаетесь, то, кем вы являетесь, что это такое? Вот что она из себя представляет? И это один из способов, как заниматься биологией, опять же. Но классическая биология, она становится проще с помощью биоинформатики? Насколько это верно? Нет, классическая биология становится сложнее, и это не зависит от биоинформатики. Просто чем больше мы знаем, тем сложнее наше представление о том, как все устроено и как оно эволюционировало. А биоинформатика – это действительно способ заниматься биологией, и в этом смысле ми биологам очень полезны. По двум причинам, на самом деле, есть два таких аспекта биоинформатики. Первый – это просто мы им помогаем решать их классические биологические задачи, предсказываем функции генов, то, как они работают, как они регулируются и так далее. И вместо поиска вообще они просто проверяют наши предсказания. Это намного проще. То есть, в каком-то смысле вы занимаетесь прогнозами, так можно сказать? А второе, что биология последние годы стала наукой. Ну да, да. Мы просто делаем конкретное утверждение, что, скорее всего, функция этого белка вот такая. И дальше биологи это проверяют. Экспериментальные биологи, я имею в виду. А кроме того, в биологии вот в последние годы случилось то, что в ней стало очень много данных. Это связано с прогрессом в экспериментальных технологиях. И теперь мы можем смотреть не только, как работает отдельный ген, скажем, в разных тканях, но сразу, как работают все гены. Или там, как ДНК упакована в ядре. 10 лет назад этого люди просто не умели делать. И для того, чтобы с этими данными работать, уже в информатике просто необходимо, потому что иначе это, в принципе, невозможно. Ну, собственно, методы анализа данных и нужны. И на самом деле, классическую такую молекулярную биологию довольно долго ругали за то, что это такая наука редукционистская. То есть, говорили, что, пожалуйста, вы можете там посчитать зубьи во всех шестеренках, но вы все равно не поймете, как работают часы. И вот в последние годы у нас появляется возможность смотреть, как работает клетка в целом, как работают часы. И биоинформатика здесь абсолютно критическая составная часть. Ну и третье, это то, с чего вы начали, вот уже такая не инструментальная часть биоинформатики, а глубокая, это, собственно, эволюция, это понимание того, как это развивалось. Ну, сейчас перед биологами стоит цель преодолеть предел Хейфлика, который, как мы знаем, является пределом деления клеток, после чего клетка умирает. Вот вопрос бессмертия, он сейчас стоит перед учеными? Значит, некоторые биологи считают, что перед ними этот вопрос стоит. Я этой точки зрения не разделяю, ну, во-первых, потому что это действительно с биологической точки зрения некоторая ерунда, бессмертие я имею в виду, а кроме того, и с этической точки зрения мне, на самом деле, эти разговоры не очень нравятся. Пожалуйста, если вы хотите быть бессмертным, будьте одноклеточным. Инфузории бессмертные, да, они там делятся и делятся. Никого предела Хейфлика на них не действует. Ну, то есть, когда вот нередко в СМИ появляется немало, в том числе и публикаций, на тему того, что скоро человечество смерть победит, насколько это соответствует, не соответствует действительности, на ваш взгляд? Это не насколько не соответствует действительности, и кроме того, а если человечество собирается перестать умирать, то оно уже должно перестать рождаться, потому что иначе земли не хватит. А почему мы стареем? Когда в организме запускается этот процесс старения? Ну, во-первых, вы кого-то другого тогда позовите про это рассуждать. Я как-то, опять-таки, не специалист ни в старении, не очень этого люблю. Но стареем мы, потому что портится все потихоньку, а почему там автомобиль стареет? Ну, тем не менее, ведь предел Хейфлика — это такая биологическая история, правильно? То есть, его рассматривают именно биологи, ну, как рассматривают, как некий такой... Предел Хейфлика — это биологическая история, но, по-моему, вот вы со мной все время хотите обсудить что-то, в чем я не специалист. И я сейчас некоторое время откажусь отвечать, чтобы не сказать глупости. Предел Хейфлика — это там то, что при каждом делении теломера укорачивается и, наконец, укорачивается до конца. У меня есть сильное ощущение, что это, на самом деле, такая городская легенда немножко, потому что есть ферменты, которые там теломеру удлиняют, есть клетки, которые делятся очень долго. Опять-таки, инфузории чудесно живут, у которых, кстати, и была открыта теломераза, чудесно живут без всякого предела Хейфлика и делятся, и делятся. Ну, вот Сергей спрашивает у вас в Фейсбуке... И старее мы не от того, что там наши клетки достигли предела Хейфлика, это скорее вот общее разрегулирование всех механизмов. Да, что спрашивает Сергей? Сергей спрашивает у вас в Фейсбуке, может ли молекулярная биология предложить какие-либо инструменты для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями? Ох, это хороший вопрос. Ну, вообще говоря, да, потому что, например, можно пытаться просто найти новые антибиотики. И это, собственно, по-видимому, более-менее единственный механизм, потому что если бактерия устойчивость уже приобрела, то вы с ней ничего не сделаете. Второе, что молекулярная биология может, и даже не столько молекулярная биология, сколько именно эволюционная биология, это правильные режимы приема антибиотиков. Потому что на самом деле те антибиотики, которые человечество изобрело, там, начиная с флейминга, не изобрело, а именно открыло, начиная с флейминга, начиная с пенициллина, человечество ими распорядилось очень бездарно. Их там принимали нерегулярно, неполными курсами, недостаточными дозами, это еще ладно, антибиотиками кормили и кормят скот, там антибиотики употребляют в косметических средствах, и это все очень ускорило как раз появление лекарственной устойчивости у патогенных бактерий. И надо сказать, что Флеминг это понимал еще, да, вот я читал Нобелевскую речь Флеминга в 43-м году, и там прямо написано, что человек, который принимает антибиотики неполным курсом, без показаний, он на самом деле отвечает за возникновение устойчивости за то, что этот антибиотик перестанет работать. То есть это, вот если бы люди немножко задумывались об эволюции, то те антибиотики, которые уже есть, они бы так бездарно не были потрачены. Ну вот вы сказали, что болезни более устойчивы к антибиотикам, и какие перспективы у антибиотиков в будущем, по-вашему? Можно ли говорить о перспективах сейчас? Ну, если удастся найти новые антибиотики, и если удастся договориться об их адекватном применении, то они будут служить там не 10-15 лет, как сейчас, а гораздо дольше. И тогда есть шанс эту гонку выиграть. Сейчас мы проигрываем просто потому, что мы сами помогаем бактериям эволюционировать. То есть получается, что воздействие лекарств – это воздействие, в том числе, и на эволюцию, да? Можно ли так говорить о том, что мы развиваем… Умеется, конечно. Конечно. Вы просто вносите новый фактор отбора, и, соответственно, те патогены, которые к нему приспосабливаются, они получают преимущество и вытесняют всех остальных. Вот это как раз такой чистый прямой дарвинизм, без всяких дополнительных современных к нему соображений. Это там вещь, которую… Вот если бы я был этим священником, который вызывал дух Дарвина, то было бы интересно на самом деле, потому что есть подозрение, что, скажем, вот это Дарвин понял бы примерно минуты за три. Потому что на самом деле у него все уже есть. Это просто был хороший, красивый пример к его книжке по происхождению видов. В этом контексте человек, который научился вмешиваться в свой геном, он ведь тоже каким-то образом влияет на эволюцию? Потому что Станислав Дробышевский, антрополог, который у нас недавно выступал, он как раз акцентировал на этом внимание, что мы сейчас находимся на том этапе развития, когда мы можем сами себя корректировать в какой-то степени. Как это на нас отражается? Ну, коррекция генома и эволюция – это немножко разные вещи. В общем, опять-таки, я в этом смысле скорее пессимист. Я не считаю, что человечество готово к тому, чтобы начать корректировать свой геном. Просто по общему уровню, не знаю, понимания биологии и понимания этики. Но, в принципе, да, если считаю, что там через 50 лет начнется массовое редактирование генома, то эволюция будет каким-то другим способом идти. Но, опять-таки, в этом нет ничего удивительного, потому что геномы растений мы научились вмешиваться довольно давно. И, ну, вот в каком смысле эволюция ускоряется, да. Ну, вот о самокоррекции, может быть, в более таком примитивном значении, о самолечении антибиотиками. Хочу вас спросить, к чему это может привести и насколько это распространенная история сегодня? Ну, насколько распространенная, это надо проводить психологические опросы. Ну, вот когда я на лекциях спрашиваю, покупал ли кто-нибудь антибиотики без рецепта, примерно треть людей поднимают руки, да. А со скидкой на то, что некоторые стесняются, то я подозреваю, что и больше половины. И, ну, как я уже сказал, это просто очень ускоряет эволюцию бактерий и их приспособление к этим антибиотикам и, соответственно, распространение лекарственной устойчивости. И, ну, опять, я правильно сказал, я могу только повторить, да, что есть медицинский аспект, а есть аспект такой вот и хозяйственный, и просто хозяйственный. Ну, и кроме того, еще есть аспект у этого экономический, потому что фармацевтическим компаниям просто невыгодно разрабатывать новые антибиотики, потому что расходы на разработку по-прежнему колоссальные, да, они не уменьшаются. Там все простые вещи уже сделаны, то есть она в каком смысле даже становится сложнее, а время жизни антибиотика, когда он работает реально в клинике, оно не очень большое. Просто эти расходы не успевают отбиться, и сейчас очень небольшое количество компаний вообще занимаются разработкой новых антибиотиков. На ваш взгляд, какое влияние на эволюцию может оказать участие человека в создании вирусов в бактериях? Ну, в первую очередь, речь идет о бактериологическом оружии. Вот это может каким-то образом... Я прошу прощения, а вы что-то конкретно имеете в виду? Мне не очень известны случаи, когда в качестве бактериологического оружия применялись вирусы. Я имею в виду, что если человек вмешивается в создание, усиливает какие-то свойства, может ли это привести к тому, что, скажем так, выпустить джин из бутылки, если говорить таким простым языком, что это приведет к образованию чего-то, с чем уже человек не сможет справиться? Насколько этот риск велик? Мы можем сами себя уничтожить, если проще говорить? Ну, там что будет, если дифтерийный токсин подсадить вирус гриппа? Ну, наверное, хорошо не будет. Можно ли теоретически сделать вирус, который выкосит все человечество незаметно? Ну, я не вижу закона природы, который бы это запрещал. То есть в этом смысле мы можем сами себя убить? Слушай, мы себя можем убить миллионом разных способов. Вот именно биологически сейчас. Как раз интересно, можем ли мы таким образом вмешаться в природу, что природа, в общем-то, с нами разберется? Можно ли теоретически сделать вирус, который вызовет массовую пандемию и полное вымирание? Еще раз, закон о природе, который бы говорил, что так не можно, я не знаю. Можно ли это технически? Ну, прямо сейчас, видимо, нет, а потенциально, может быть, и да. Если не... да. Да нет, ну, большая вещь, смотрите, значит, там человечеству удалось справиться с оспой, да, оспы больше нету. Никто оспой не болеет. Прививки делать от оспы перестали. Если сейчас внезапно выпустить на волю вирус оспы, то довольно много народу помрет. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните, задавайте свой вопрос, пишите в WhatsApp по 230-6191. Ну, кстати, вот о прививках вы упомянули оспу. Ну, вот сейчас ширится и растет движение людей, которые не хотят прививаться, не хотят прививать своих детей. Это такая уже как религия практически, если посмотреть по некоторым группам в Фейсбуке. Как вы относитесь к этой истории вообще, к нежеланию прививаться? Я могу сказать, я к этим людям отношусь плохо, потому что эти люди, которые строят свое благополучие и удовлетворяют свои какие-то, как вы сказали, религиозные соображения за счет других. Единственная причина, почему непривитый ребенок не болеет корью, извините, это потому что его соседи привелись. И мы прекрасно видим, как, когда вот это вот количество непривитых, доли непривитых там превышает какой-то стандартный порог, то начинаются локальные вспышки кори. Там они и в Британии были, и на Украине были, и еще где-то были. В России, я подозреваю, запросто могут быть. Потому что, знаете, если вы один непривитый среди всех привитых, то вы в шоколаде. Вы избежали там потенциальных осложнений, от прививок действительно бывают осложнения. Серьезные крайне редко, то есть вероятность там умереть от того, что ты болел гораздо больше, чем вероятность умереть от того, что у тебя там прививка вызвала какую-то реакцию. Но теоретически она не нулевая, да? Нет у нас, видимо, связи. Ну что ж, тогда мы будем прекращать эфир по техническим причинам. К сожалению, у нас сегодня такой укороченный получился разговор. Но я думаю, что мы вернемся к этой теме и поговорим с нашим гостем уже в следующий раз. Зададим те вопросы, которые сегодня успеть не задали. Ну что ж, эфир провели Анна Свернова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.